Получить бесплатную помощь детям с особенностями развития сегодня можно благодаря лейкотеке. Так называется проект, который в 2017 году получил президентский грант и в итоге помог 20-ти семьям. Детей обследовали, дали индивидуальные рекомендации и даже устроили для них поездку в финно-угорский этнопарк. Продолжение проекта в этом году тоже поддержано. В КОМИ хотят внедрить методику сенсорной интеграции. Чуть больше миллиона рублей потребуется на обучение специалистов и покупку оборудования. Для чего мы это делаем? Чтобы гармонизировать психологический фон детей и подготовить их к учебной деятельности. В рамках проекта мы планируем обучить двух специалистов, работающих с такими детьми, оказать бесплатные услуги. То есть у нас 30 детей получат бесплатный курс занятий по сенсорной интеграции. В области культуры и искусства поддержку получил уже известный в КОМИ клуб Кречет. Появился он 20 лет назад. Сегодня из исторических реконструкций объединение может вырасти в Центр средневековой культуры и ремесел. Среди участников много тех, кто освоил древние промыслы. Почему бы не поделиться знаниями? Мы берем за основу ткацкий станок по конкретной находке и восстанавливаем его по чуть-чуть. Он будет полностью абсолютно рабочим. Понятно, что реконструкция аналог, но будет работать. То есть на подобных примерах и будет построена работа Центра. Связующее звено между президентским фондом и республикой Академия госслужбы. Она выступила в качестве методического центра. Именно здесь соискателям грантов помогают правильно написать проекты и даже проводят предварительную экспертизу. Вся государственная поддержка, которая сегодня оказывается, она аккумулирована именно там. И как бы наша негосударственная организация не обращалась в те или иные органы исполнительной власти, которые сегодня в части бюджетов своих могли бы оказывать поддержку, она не будет оказана, потому что она там. Поэтому мы с вами по поручению Сергея Анатольевича вместе, мы проводили много консультаций, приняли решение о том, что такая методическая организационная помощь должна быть аккумулирована в одном месте в регионе. Суммы нашей НКО получают существенные, но и софинансирование региона должно быть серьезнее. В прошлом году республика вложила 7 миллионов. В первом конкурсе этого года 2 миллиона рублей. Одна из основных проблем, которую в том числе озвучивали представители фонда, это как раз сумма софинансирования. И вот как раз мы с Виктором Анатольевичем разговаривали до того, как у нас одно из предложений, это рассмотреть возможные механизмы поддержки республики, общественных организаций при подаче ими заявок на конкурсы грантов президента. Потому что на самом деле мы здесь будем иметь двойной эффект, когда мы показываем, что республика готова софинансировать ту либо иную сумму, например, в рамках проектов инициативного бюджетирования и так далее, то мы покажем те федеральные средства, которые, соответственно, были привлечены, и мы этот эффект увеличим. По словам курирующего вице-премьера Натальи Михальченковой, внимание обратят на использование для этих целей средств народного бюджета. Так, шансы на получение грантов значительно увеличатся, и проект сможет получить более масштабную реализацию. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.